Ты тот психолог, который Леонида Полторанина убил? Ложь. Психолог потерпел поражение. Триггер. Фильм. Уже в подписке. Кинопоиск. Премьеры сегодня. Завтра. Всегда. Эй, мастер-плей, вообще-то клише — это не грех. Эй, мастер, почему клишированный сюжетный ход ты записал в грех? Это ведь не нелогичность. Слышь, обзорщик, клише — это нормально. Они не делают игру хуже. Почему ты добавил грех? Хм, хорошие вопросы, друзья. Давайте-ка разбираться. Сегодняшняя тема видоса — это всеми нами любимые клише. Они есть во всех произведениях и частенько бросаются нам в глаза. А плохо ли это? Почему клише я считаю грехом для многих произведений? Смотрите, для незнающих. Что вообще такое это самое клише? Оно бывает множество видов. Как хорошее, так и плохое. Но если как определение, то клише — это штамп. Это застывшая форма чего-либо. Если говорить простым языком, то это сюжетные повороты, факты, действия, события, моменты, которые происходят по крайне предсказуемому сценарию. Всякие мелкие визуальные клише мы разберем чуть позже. А начнем с самого главного. Предсказуемые сюжетные повороты. Один из самых бесячих сюжетных поворотов — это... Как только второстепенный персонаж говорит что-то типа «Эх, завершим нашу миссию и отправимся на покой. Совсем немного осталось. Надеюсь, мы выкарабкаемся». А потом через 15 минут умирает. Это ли не клишированный сюжетный ход? Или когда ненужный персонаж, которого ты знаешь от силы несколько минут, резко пытается вызвать к себе жалость, рассказывая ранее неизвестные нам факты? Мол, ох, меня дома ждут жена и дети, эта миссия очень опасная, поскорее бы их увидеть. Да ты сразу понимаешь, что персонаж умрет. Этот сценарист решил сделать так, чтобы нам было не полностью плевать на какого-то рандома. Вон в Dying Light 2 это применено было не раз. Или вот в Last of Us. За 20 минут до смерти Тесс она вываливает свой душевный бэкграунд о том, что нам пора уйти на покой после этой миссии. Почти сразу же читается то, что она скоро умрет. Я тут подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. А, ну все понятно, она умрет. Что я слышу? Она умрет. Вот я, вот это всегда, ну это такой дешевый ход. Или вон взять Mafia 2, где нам говорили не брать парнишку на опасное задание. А другой персонаж уговаривал, говоря, да ну брось, он просто посидит в машине и все. Ничего плохого не случится. Я уже тогда понял, что мальчишки кранты. Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет и все. И вот таких сюжетных моментов в разных играх полно. Считаете ли вы такие сюжетные ходы интересными? Считаете ли вы их непредсказуемыми? Ну, может быть некоторые из вас и считают. Но если вы посмотрели больше 20 фильмов и прошли больше 20 игр, то для вас такие сюжетные ходы будут максимально предсказуемыми и максимально неинтересными. Почему нельзя раскрыть бэкграунд второстепенных персонажей, не убивая их после этого? Почему нельзя? Можно. Вспомним RDR 2, который я недавно разбирал. Там был похожий момент, когда перед опасной вылазкой персонаж устраивал души излияния, и я подумал, что он умрет. Так, ну не, погоди, душерастирающая речь! Он умрет! Не, если правда окажется так, я охренею. Вы не поверите, но персонаж не умер на этой миссии. Клише не случилось. И это прекрасно. Берите пример, сценаристы. К такому нужно стремиться. Заезженные сюжетные ходы – это плохо. Следующее бесячее клише не всегда предсказуемо, но каждый раз, когда оно случается, я бешусь. Оно чаще всего связано со всякими монстрами, инопланетянами и так далее. Если умер главарь, то погибают все. Вспомним фильм «День независимости», где был похожий прикол. Супер-развитая цивилизация, супер-крутые инопланетяне, но стоит главному кораблику взорваться, так все резко погибают. Что это, если не тупость этой самой цивилизации? То же самое было и в «Резиденте 4», где в самом конце все монстры начали умирать, после смерти самого главного монстра. Это такое глупое клише, что не понимаешь, как оно могло появиться. А появилось оно легко. Все из-за сложности сценария впоследствии. Мол, на героев вывалилась огромная опасность, и как героям ее устранять? Убей главаря, а все остальное само рассосется. Можно это даже сюжетно обосновать, но клише все равно останется. Ведь сценарий просто бы порвался, если бы после смерти главаря все его тысячи прихвостней остались бы живы. Сами представьте, главного врага мы победили, а проблема не исчезла. Врагов все еще до хрена. Че героям делать, непонятно. Вот и сказочке конец. Поэтому и придумали такое клише. Просто очистка всех проблем, потому что сюжет подходит к концу. Если что, я не буду сегодня перечислять вообще все существующие клише. Я просто упомяну основные и объясню проблему. Вот следующее клише – это одна из самых больших проблем практически всех сегодняшних произведений. Это клише избранного. Согласитесь, в последние дни мы частенько замечаем этот устоявшийся штамп. Главный герой – это избранный. И только он может всех спасти. С одной стороны, для игр это нормально. Вон в Call of Duty мы, постоянно играя за рядового, способны положить 50 взводов и 50 танков. Казалось бы, откуда столько силы и почему враги такие тупые? Но не думайте об этом. Это аспекты геймплея. Главный герой должен быть крутой, потому что он – наш протагонист. Представьте, если бы Doomguy не был крутым истребителем демонов ради реалистичности. Тогда было бы скучно за него играть. Но то, что я упоминаю, это не клише, это условности геймплея, условности крутого персонажа для игрока. Я сейчас хочу сказать именно про клише избранного, когда персонаж без каких-либо объяснений, просто из воздуха обладает способностями, из-за которых только он может спасти мир. Как пример можно взять недавний Хогвартс Легаси. Персонаж просто появился, и только он чувствителен к древней магии. Поэтому только он может спасти волшебный мир. Он одаренный, он смышленый, и он умеет контролировать древнюю магию. Да, вы правильно поняли. Это Мэри Сью. Так называемое определение персонажа, который во всем хорош без причины. Люди не любят Мэри Сью. Людям нравится, когда избранность персонажа чем-то обусловлена, а не просто есть. Вон в современной супергероике это уже норма. Дать рандомному тупому подростку суперсилы ни за что из воздуха, и теперь он самый крутой. Тот самый избранный спаситель мира. Хотя при этом есть супергерои с крутыми способностями, полученными и развитыми благодаря самому герою, а не случайной воле сценария. Но с другой стороны, избранный ведь на то и избранный, что он и без всяких тренировок и желаний обладает уникальными способностями. А давайте я возьму в пример Метро 2033. Там избранный сделан отлично, так как надо. Артем не просто из воздуха умеет общаться с черными мутантами. Не с рождения, а потому что он в детстве первым вышел на поверхность. Первым встретился с черными и получил от них способность к телепатическому общению. Он избранный, потому что был первым. Артем, конечно, это подзабыл, но сам факт. Он избранный благодаря стечению обстоятельств, случившихся по его действиям. И теперь его задача объединить людей и мутантов. И вот представьте, если бы этого эпизода не было. Был бы тупо клишированный герой, который просто все умеет, обладает телепатией и вообще он самый крутой. Просто потому что. Интересен был бы тогда сюжет. Я так не думаю. Ну ладно, клишированные сюжетные ходы — это проблема. Никто не спорит. Уверен, и вы, когда говорили, что клише — это не грех, думали не про сюжетные ходы. Скорее всего, вы думали о каких-то вещах, свойственных конкретному сеттингу. Взять тот же RDR 2. Если Дикий Запад, то это дуэли. Клише? Да. Если это вестерн, то обязательно будет сцена, где герои успели прошмыгнуть за проезжающий поезд. Клише? Безусловно. Если в салуне кто-то ударил кого-то, то резко все начинают драться. Это клише? Ну, конечно. Только вот чем была бы эта игра, если бы не все эти клише? Они — часть сеттинга. Та тонкая деталь, без которой вестерн — это не вестерн. Поезд! Давайте, как в фильме! Обогнать поезд! Давай! 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 Ой, красота! Такое клише, но мне нравится. Да-да, вам остается только сосать, братцы. Или вот, если сеттинг про Америку, то значит на фоне обязательно будет кантри. Если дело касается будущего, то везде будут голограммы и неон. Это ведь тоже клише, но это очень важная часть антуража. Подобные заезженные штампы обязаны быть как подкрепляющая образ основа. И они не являются грехами. Я, конечно, иногда леплю за них грех, но это скорее чисто по фану, нежели по серьезному. Хотите, больше не буду, если вас так бесит, когда я фанюсь. Также стоит сказать, что нельзя путать фишку и клише. Фишка — это то, без чего не может быть конкретная серия игр. Как, например, крутой антагонист Far Cry, скрытые клинки в игре про ассасина, зеленый фильтр в Outlast'е, а в GTA это... Хуи? Ну, в общем, мы и так далее. Это все конкретные фишки, это не клише. Никто ведь не скажет, ой, опять прыжки Веры в игре про ассасина добавили. Или вот никто не скажет такое. Клише, если игра про Far Cry, то там харизматичный и интересный злодей в открытом мире. Ну вот опять. Согласитесь, так ведь никто не будет говорить, потому что это не клише. Это фишка серии. А вот фраза «клише, если игра про Far Cry, то мы обязательно будем в самом начале сбегать из логова злодея под граном пуль. Ну вот опять». Эта фраза уже имеет смысл, ведь она подчеркивает ленивое однообразие. Повторюсь, не путайте фишку серии и лень сценаристов и геймдизайнеров. К слову про это. Есть клише, свойственное какой-либо конкретной серии игр. Клише, который сценарист все никак не хочет исправлять, никак не хочет выбиваться из привычного сценария, не меняя ничего. Взять, например, тот же Far Cry. Каждый сюжет начинается одинаково. Мы в логове злодея, а потом сбегаем под граном пуль, потом падаем в воду, вырубаемся, и нас спасает положительный персонаж. Это было почти во всех частях Far Cry. Что это, если не лень сценариста? Или вот еще бесячий пример. Call of Duty и сцены с вертолетом, который падает на нас. Почти в каждой серии колды есть момент, где вы сбиваете вертушку, а потом она падает на вас. А в некоторых частях такое повторялось вообще по несколько раз. Подобное клише — это плохо. Ведь теперь, играя в колду при виде вертушки в катсцене, вы почти всегда знаете события наперед. Вы знаете, что сейчас случится. И поэтому момент может быть испорчен. Он уже не кажется неожиданностью. И это проблема. То же самое касается и кучи мелких клише. Если попадание в главного героя, то обязательно попадание в плечо, чтобы герой не умер раньше времени. Если игра близится к концу, то почти все моменты типа «на волоске» обязательно будут спасительными в последний момент. Если герой схватил суперопасный злодей, то он не разорвет героя на части прямо на месте, а отбросит в сторону. Опять же, чтобы герой не умер раньше времени. С одной стороны, ты ловишь фейспалм на этих моментах, ведь ты знаешь, что герой должен был умереть, но не умер. С другой стороны, если бы он умер, то о чем был бы сюжет? Вроде как палка о двух концах, но согласитесь, такие моменты лучше либо убрать, либо кардинально изменить, ведь ты уже просто не чувствуешь того, что герой в опасности. Посмотрите на большинство опасных сцен в современных фильмах и играх. Персонаж буквально на волоске от смерти, а ты... не паришься. Нужно показать угрозу для главного героя. Тогда ты будешь за него переживать. Будешь знать, что он не защищен сюжетной броней. Будешь знать, что если момент на волоске, то не факт, что герой спасется целым и невредимым. Вот представьте сцену. Большой злодей схватил главного героя. Половина уже готовится к тому, что героя отбросят в сторону, а злодей берет и начинает калашматить героя так, что вся морда в кровище, и только чудом выхватив нож, герой вырывается из лап злодея и скрывается от него. Теперь вы чувствуете, что герой реально в опасности, и если его настигнут, ему кранты. Часто сценаристы пытаются показать угрозу на второстепенных персонажах. Вот, например, тот же крутой злодей выходит и безжалостно убивает пять статистов. А как дело доходит до главных героев, то начинает тупить, попадать в плечо, мажет и так далее. Где угроза? Нет угрозы для главных героев. Тогда и эмоций у нас никаких не будет. Даже если взять банально супергероику. Вспомните Таноса, который при встрече с Халком отметелил его в хлам. Хотя мы ожидали другого. После этой сцены мы почувствовали, что фиолетовый гигант не шутки шутить пришел. Или вспомнить игры. Главную героиню взяли за шею. В злодея попала стрела. И как обычно бывает, злодей отбрасывает протагонистку и идет разбираться с мелкими врагами. Какое тупое клише. Здесь же его нет. Злодей перерезал Элой горло и только тогда отбросил в сторону. Тут я неслабо поднапрягся. Я все это к чему? Сценаристам нужно избавляться от сценарной брони героев. Избавляться от ощущения полной защищенности героев даже в самой опасной ситуации. Тогда связь с героями будет сильнее. Что ж, теперь давайте поговорим про главных гостей моих видосов. Клише. Если вентиляция, то обязательно размером с человека. Если луна, то обязательно большая и круглая. Также бесконечные патроны в турельке, красные бочки рядом с врагами, крутые парни не смотрят на взрыв и так далее. Все эти клише – это не проблемы. Это банальные нелогичности, созданные для эффектности происходящего. Ну вот большая луна. Логично это? Нет, конечно. Но смотрите, какое небо красивое. Грех здесь чисто за нелогичность. Я над луной просто прикалываюсь и не требую того, чтобы она была по фазам, как в RDR 2. Вентиляция размером с человека – это тоже нелогичность. Просто надо же героя протащить из комнаты в комнату каким-то смежным способом. Вот геймдизайнеры и впихнули вентиляцию. Плохо это тогда, когда подобное повторяется слишком часто. Настолько часто, что правда становится клишированным ходом. Вот герой взаперти, вокруг огонь, ему некуда бежать, и мы сразу ищем вентиляцию. Будто бы другого спасения героя нет. Чаще всего так и оказывается. А это снова создает ощущение предсказуемости, что портит всю угрожающую ситуацию вокруг. Бесконечные патроны на турельке – это понятно, тоже для эффектности. А вот красные взрывоопасные бочки рядом с врагами – это и не хорошо, и не плохо. С одной стороны, это сделано для эффектности. Мол, игрок сразу поймет, что делать. Сразу добавит эпичности происходящему. Взрывы, эпик, красота. А с другой стороны, все это выглядит как глупость. Враги что, сами не знают, что бочки взрывоопасны, и за ними не надо прятаться? Вот и думайте теперь, жертвовать логикой ради эффектности или наоборот. Чаще всего лучше жертвовать логикой, ведь мы хотим насладиться эффектностью происходящего, а не задумываться, насколько здесь все логично или нет. Для этого существуют мои видосы, которые хорошо бы смотреть после прохождения игры. Ну и вот. Смотря на все эти мелкие клише, ты понимаешь, что они не вызывают никакой проблемы, если ими не злоупотреблять. Наличие подобных мелких геймплейных вещей не делает игру хуже. Даже если взять всякие пароли от дверей или сейфов. Если нужен пароль, то обязательно где-то рядом есть подсказка или герой хакнет дверь за несколько секунд. В реальности такого не происходит, да, но в игре это просто сделано как челлендж. Но все ли клише геймплейного характера не вредят игре? Увы, нет. Есть клише геймплея, которые до сих пор присутствуют в играх и которые уже давно стоило бы убрать. Прямо как очевидные сюжетные ходы, которые портят все наслаждение. Возьмем, например, хорроры. Перед скримером надо обязательно сделать музыку потише, сделать момент однотоновым и... БАХНЕТ СКРИМЕР! Испугались? Уверен, нет. Конечно, ведь вы уже ждали скримака, и он уже совсем не пугающий. Вот реально страшно. Это когда происходят моменты, когда должен быть скример, а его все нет и нет, и ты ждешь его уже 20 минут, а его все нет и нет, и ты сам пугаешься буквально каждого шороха. В пример можно взять момент из Дэдспейса 2 и эпизоды на корабле Ишимура. Всю игру Дэдспейс пугает нас как очевидными скримерами, так и нет. Но на Ишимуре атмосфера совершенно иная. Мало того, что голоса Николь постоянно шепчут тебе на ухо, так еще и скримеров максимально мало. И эпизод на корабле длится не один десяток минут. Эта атмосфера и ощущения на корабле просто непередаваемы. Это тот экспириенс, которого мы ждем при прохождении хорроров, а не выкидывание бесконечных скримеров по клишированному однотипному сценарию. Так что годные скримеры это залог успеха всех хорроров. Атмосфера страха это залог успеха всех хорроров. Еще геймплейные клише часто преследуют стелс-игры. Согласитесь, стелс в играх это самый клишированный между ними геймплей в игровой индустрии. Я, конечно, обожаю стелс, но почему он везде такой одинаковый? Кусты равно невидимость, присесть равно невидимость, камеры с огромными слепыми зонами, враг всегда стоит спиной к потенциальной точке входа, вырубается враг с одного удара, враги вечно глухие, враги вечно слепые, глушители равно полная бесшумная стрельба и так далее. И таких моментов я могу высказать еще с десяток. И, с одной стороны, все эти элементы геймплея должны быть в игре, чтобы стелс как-никак был возможен, не то, если все будет слишком реалистично, то игрок просто будет проигрывать почти сразу же, стоит ему только шагнуть на запретную зону. Но, с другой стороны, клише стелсовых моментов настолько часто повторяется, настолько максимизируется, что ты буквально не веришь во все происходящее, что ты буквально видишь одно и то же практически во всех стелс-играх. Как я сказал выше, даже клише с вентиляцией не будет плохим, если его не повторять каждый раз. А если в игре будет 10 побегов, 9 из которых это через вентиляцию, то разве это будет интересно? Ну вот и я о чем. То же самое касается и стелса. Стелс наполнен десятками клишированных моментов. Наполнен настолько, что ты не веришь ни в один стелс ни в кино, ни в игре. А если дело касается одной конкретной серии игр, то ощущение хардкорного стелса пропадает полностью. Согласитесь, если вы умели стелсить в Far Cry 3, то умеете стелсить и в Far Cry 6. То же самое касается и Ассасина. Ты за километр видишь кустики и уже сразу понимаешь, что это твой личный плащ-невидимка. Хотя, разве что реально годный стелс-эпизод, что я могу вспомнить, был, наверное, в Дизонерде. Там стелс был реализован хоть и частично клишировано, но ты в него как-никак, но веришь. Конечно, виновата магия, но благодаря магии ты правда веришь, что тебя могли не заметить и не услышать. Так что, если брать этот эпизод в сравнении с другими стелсами, что я видел, то этот, наверное, самый правдоподобный. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Я играл не во все игры мира, и, возможно, где-то существует реально круто реализованный стелс. Посоветуйте в комментах, если знаете. Ну и напоследок, я хотел бы рассказать про клише характеров. Эти клише нас тоже частично подзадолбали. Хотя, их, наверное, лучше называть стереотипы, но слово клише априори подразумевает устоявшийся шаблон чего-либо. Поэтому надо разрушать шаблоны, чтобы получалось что-то необычное. Я сейчас говорю о персонажах, которых мы уже знаем. Вот смотрите. Бравый вояка с проблемами с алкоголем, который отошел от дел и снова возвращается, чтобы всех спасти. Ну, о ком я говорю? Вот сами догадайтесь, потому что я уверен, что все вы вспомнили абсолютно разных персонажей. Ведь их образы это уже клише. Или как вам вечно злой генерал, который желает всех разбомбить, потому что лучше разбомбить, нежели не разбомбить. Ну что может быть клиширование? Ах да, надо чтобы еще этот генерал был антагонистом и предложил герою перейти на его сторону, как поймает. Тогда вообще суперкомбо получится. Ну и мое любимое. В западных произведениях, если нужно добавить русского, то это обязательно будет огромный тупой русский в тельняшке с наколками и бухой до кучи. И, конечно же, матерящийся через слово. Ах да, еще обязательно очень злой, потому что он русский. Все ведь помнили G12 из МВ-1? Все мы над ним угорали, и он правда стал мемом в России. Потому что создать настолько стереотипно клишированного русского, это надо было еще постараться. Вот мы все и угораем. Конечно, это может быть трижды угарно, но для реально годного, серьезного, не саркастичного произведения такие клишированные персонажи только все портят. Ощущение, будто бы у создателей фантазии нет сделать реально уникального персонажа. В итоге, как мы поняли, клише существуют как хорошие, так и плохие. Поэтому вопрос, почему клише это плохо, частично не имеет ответа. Ведь все зависит от того, какие клише использовать, как использовать и как часто. Большинство же клише стоит, конечно, убрать, чтобы они не вредили оригинальности произведения, а некоторые, небольшое количество, лучше все-таки оставить. Но как убрать большинство основных дурацких клишированных сюжетных ходов? Ведь чем больше произведений, тем больше клише. Отсюда и проблема, что чем дальше мы движемся в будущее, тем сложнее писать сценарии, писать оригинальные, не клишированные сценарии. Ну, знаете, за это сценаристы и получают свои деньги, за создание оригинального и интересного произведения. А в конце я хочу сказать то, что всегда и говорил, если убрать все грехи из игр, то игры станут скучные и неинтересные. Ведь многие сценарные и логические упущения были сделаны специально, чтобы сделать игру интересной и эффектной. Поиск грехов это лишь подмечание нелогичностей и частично желание отметить то, что не относится к упущениям ради эффектности и драматичности. Желание показать, какие нужно было убрать моменты и клише, которые относятся именно к лене сценариста и геймдизайнера. Вы же, друзья, не забывайте про лайки и пишите в комментах, какие вы знаете самые бесячие клише видеоигр. видеоигры.